друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей да напоминаю вам о том что меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях но вы знаете у нас сегодня с вами будет сборная солянка поговорим не только о поберухи но и о лёшке картошки и немножечко у женьки кормящий медалистки собственно вспомним всех всех да всех коснемся лёлька лёлька вы знаете как и обещала помните она говорила о том что все буду все обязательно пихать любой контент на яндекс дзен потому что у дзена там новые условия по монетизации и так далее лёлька решила сдержать свое слово запихивает друзья мои на свой яндекс дзен и новые свежие да ролики и старье не значит а выложила там ролик а значит как вы гоняли телят подписала что это видео на 2 миллиона просмотров мол посмотрите как значит как было интересно смотреть его зрителям аж целых 2 миллиона просмотров это вам не хухры-мухры выгнали телят называется коротенький коротенький видос там знаете шурик в качестве укротителя да словно он в цирке выгоняет телят друзья мои ну толкает их и те собственно идут да ну и там немножко лёльки далее выложила вареньку ну понятное дело если не телят и так обязательно должны быть дети а тут аж целый младенец представляете сколько можно будет на этом младенце выезжать и хайповать да и демонстрировать его в кадре показывает нам вареньку которая лежит себе спокойно в кроватке кряхтит ничего больше не происходит но лёлька подписывает название значит этого ролика отец бы не справился вы знаете если честно так и не поняла с чем бы конкретно не справился бы отец да и потом хочется сказать что есть такие отцы которые еще фору дадут вот таким матерям как лёлька да с чем там можно было не справиться когда ребенок просто лежал и просто кряхтил видимо лёлька друзья мои и сама по этому поводу ничего не знает я читаю комментарии под ее вот этим роликом да что коровы дармоедки хозяйство значит и так далее но мы с вами этот ролик уже обсуждали сразу же по горячим следам я сделала свой обзор и мне понравились там тоже комментарии на злобу дня друзья мои опять продают а потом деньги собирать на новых не первый раз проходили уже правильно так оно и есть как говорится знаем плавали да по той простой причине потому что это вот вечно у нее какой-то водоворот да друзья мои вот этих вот то коров кто покупает то продают то потом опять покупают опять продают надо не надо и так далее лишь бы только сидеть с протянутой рукой ну а кто-то лёльке там написал а следующие роды когда постеснялась бы старших детей на что лёлька не выдержала выскочила как черт из табакерки и написала в смысле ответила в смысле постеснялась знак вопроса чего именно я должна стесняться ну да поберуха вообще без стыда и совести и не понимая чего она должна стесняться да ну а кто-то конечно же лёльку поддержал на лёльке нам же канале написал действительно а чего тут стесняться детей иметь это счастье ну да собственно детей иметь это счастье с другой стороны да нужно думать башкой из своих детей не перекладывать на других своих детей которые уже просто видимо всякий раз когда мамка да мы помним прекрасно все реакцию детей как раз таки на ребят вот на то когда они узнали что лёлька беременна в очередной раз вот когда она забеременела аварий помните когда она демонстрировала всем засовывала вот эти две полоски да там дети старшие были просто в шоке там конечно никакой радости даже близко не было все были в шоке потому что все прекрасно понимают что а пока она беременная да придется всем там носиться с ней как списанной торбой несмотря на то что там бесконечные помощники есть да и когда конечно же она родит тоже вот старшим детям сейчас все равно приходится как ни крути да приходится и приезжать приходится и помогать приходится и все делать опять же у них же есть тоже какая-то и своя жизнь да но лёлька считает видимо что все в том числе и и дети которые должны сейчас жить и наслаждаться жизнью они должны положить свою жизнь как говорится во имя лёльки и во имя того что она захотела но захотелось и понимаете в очередной раз 11 раз родить очередного ребенка может там будет и 12 может быть будет и 13 как знать далее друзья мои смотрю женьку кормящую медалистку ну и в телеграм-канале естественно женька демонстрирует не знаю то ли обед то ли ужин что у нее там не важно да и показывает тарелку на которой значит лежит мясо огурцы помидоры картошка и женька подписала у меня настроение готовить ну прям знаете такое впечатление что не просто так взяла отварила картошки да взяла пожарила мясо и взяла там нарезала огурец и помидор да а такое впечатление что на какое-то такое прям блюдо да ну или вообще там наготовила как на маланьину свадьбу накрыла прям столы конкретно настроение готовить а что когда нет настроения готовить то вообще наверное ничегошеньки не ест да кстати кстати друзья мои а лёшка картошка чуть было про него не забыла лёшка картошка ну как мы уже знаем с вами решил перевестись из одного колледжа в другой колледж да у лёшки тоже семь пятниц на неделе не знает куда податься и там я уверена ребят и вот в другом колледже куда он переведется да там тоже будут проблемы там тоже начнутся у него проблемы с руководством со всеми на свете потому что это такой человек который везде знаете найдет себе как говорится она свою пятую точку да проблем опять же то есть он такой же конфликтный как и лёлька он даже там где вот нет какого-то скандала он его обязательно найдет или раздует самый настоящий скандал жалуется лёшка картошка на жару говорит жара невыносимая ребят у нас тоже невыносимая жара я говорю уже чего у нас на северо-западе да ну по крайней мере если дни жаркие то ночь у нас всегда как правило такая прохладная да вчера мы спали даже с кондиционером потому что вообще его не выключали даже ночью потому что у нас открываешь окна такое впечатление что там сауна да парилка потому что у нас еще влажность высокая это конечно какой-то трындец поэтому понимаю люди конечно же мучаются это ужасно далее далее значит показывает лёшка картошка как его встречали братья и сестры в туровке в мамкином доме ну собственно и в своем доме да и как его провожали вы знаете когда провожали лёшку картошку бедный несчастный яков мне его так жалко стало он сидел там плакал прям заливался горючими слезами прям так братишку провожал да тот его успокаивает лёшка говорит да ладно ты чего не переживай да я тебе приеду да я сейчас же сегодня приеду да я тебе еще хочешь подарочек привезу но вот видно все равно как ни крути да что яков с лёшкой проводил значительно больше времени нежели с родной матерью и конечно ну видно что ребенок действительно переживает и что вот он плачет потому что ему от лёшки хотя бы достается вот это внимание вот эта любовь и вот это забота да может быть где-то в чем-то конечно лёшкой не айс но то что он искренне относится к брату и то что брат его любит это конечно очень заметно и вот знаете ребят я сразу вспомнила реакцию детей на лёльку помните когда лёлька приехала с сергеем петровичем в подмосковье к матери забирать детей там как раз таки на тот момент был насколько я помню яков вместе с матроной они были вдвоем там да и дети даже не бросились к матери вообще никак от на нее не отреагировали и лёлька сама их ну поцелуйте мамочку ну поцелуйте после того как она несколько раз сказала поцелуйте после того как она стала их прижимать к себе только тогда они стали ее обнимать и целовать да и даже близко такого не было изначально то есть у них даже желание не возникло кинуться да и целовать маму или там плакать да или слезы пустить по поводу того что они жили там без мамы целый месяц да а здесь вот видно сразу что от лёшки все-таки какая-то забота и какое-то тепло да в отношении я кого было потому что я кого тоже конечно очень всегда мне было жалко я всегда об этом говорила что мне его очень было жалко маленький такой уже с малых лет тоже никому собственно не нужны точно так же как все лёлькины дети да потому что как только рождается очередной ребенок все все остальные сразу же уходят на задний план друзья мои вот такой у меня получился совсем я бы сказала небольшой обзор но что делать как говорится последние сводки с полей пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч а